Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чин Наски, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Супер Мехс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, если вы хотите поспать в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и коммент под этим видео. Друзья, ну а также напоминаю, что 200 лайков это следующая серия, у меня на канале правила простые, вы сами их прекрасно знаете, что 200 лайков это проходочка... Кстати говоря, блин, как же я люблю, когда из обычных ящиков падают эпики. Сразу такой чувствуешь, блин, не зря я все-таки сэкономил 75 токенов. Кстати, смотрите, можно посмотреть видео, я помню, что на телефоне такое уже давно есть, но можно и сейчас. Типа смотришь видео, тебе выпадает либо редко, либо эпик-карта, но у нас как бы не принято смотреть рекламу на канале, поэтому мы этого делать не будем. Кстати, смотрите, теперь постоянно падает. Нет, мне это не надо. Друзья, ну что, сегодня ролик, как обычно, необычный, вы уже все это прекрасно знаете, я просто так ролики не снимаю, хочу вам показать некоторые штучки. Во-первых, я тут закончил рейд, я, к сожалению, один день, блин, пропустил, очень обидно, что один день пропустил, выполнил только 4 задания, но все равно давайте посмотрим хотя бы за 4 задания, какие у нас тут будут награды. Все равно же интересно, правильно? Я думаю, что да. Так, давайте же посмотрим, что у нас тут упадет. Вот, 24 тысячи монет, сразу, неплохо, неплохо, сойдет вполне. Дальше, что у нас тут, 100 пи... Ааа, вот это вот называется звук удовольствия от получения токенов. Ребята, это два сундука, можно сказать, два крутых сундука. Блин, это приятно, очень даже приятно, мне нравится, ребят, мне нравится. А, и все, блин, я думаю, что-то еще будет. Слушайте, ну раз уж мы сюда зашли, в эту вкладочку, давайте по-быстрому сыграем здесь, как бы, сами понимаете, это самый простейший уровень пока что, первый. Я думаю, что мой дрон просто уничтожит врага даже с первого хода, но, как бы, какой есть, первый как раз самый простой. А вот дальше идут все сложнее и сложнее, на самом деле, всегда, каждый раз становится все сложнее. И, кстати, нифига себе. Эй, эй, не-не-не, так не пойдет, так не пойдет, давайте перезапустим. Блин, кстати, что-то реклама начала появляться, раньше довольно давно ее не было вообще, в принципе. Ну, окей, я не против нажимать галочки эти крестики, чтобы реклама убралась. Так, хорошо, попробуем еще раз. Значит, с джипом проблем вообще никаких нет, это стандартная тема, все очень просто. С этим, как бы мне сейчас разобраться, мне нужно подальше от него находиться. Во, вот как раз это, это очень хорошо, потому что, смотрите, ему придется, как минимум, один ход сделать. Дрончика включаем, ему снимается почти все хп. О, что он делает? Блин, давай, пока-пока, дружище. Это вообще какой-то тупой ход был со стороны робота, но хотя бы немножко мог нанести нам урона, но, не знаю, решил куда-то упрыгать назад. И вот уже босс. Так, что у него по пухам? У него пухи короткого действия на короткую дистанцию. Ага, дрончик, дрончик бьет на единичку. Ну, я думаю, давайте единичку мы все-таки простим, хорошо. Но я не думаю, что можно было эту единицу как-то избежать. Поэтому, один урон получили, но я думаю, что ничего страшного, дорогие друзья. Ничего страшного, всего лишь один урончик. Маленькая такая, вон, вот, малюсенькая единичка. Так, хорошо, 3000 монет мы получаем сразу. Получаем сразу два токена. Давайте сразу посмотрим. Есть! Я начал как раз вовремя. Смотрите, в первый день как раз мы начинаем. 1258 очков. Кстати, интересно, как они столько очков заработали? У меня 1216 только. Это вот за эту единичку одну маленькую мне столько сняли. Ну, ладно, так или иначе, у меня есть еще кое-что, что хотел бы вам показать, дорогие друзья. А именно, клан бокс. Мы с моим кланом, Чинаский Пауэр, вот он наш клан, потихонечку выигрываем некоторые соревнования. Ну, а именно, там надо выиграть на арене достаточно много боев, чтобы получить вот этот клан бокс. Давайте сейчас сыграем одну битву на арене, и я этот клан бокс открою. Я думаю, что можно, в принципе, всем показать. Я думаю, что всем интересно. Кстати, смотрите, у него интересная сборочка в том плане, что у него и Найтфолл, и Аннигиляция. При этом, я так понимаю, что опа, прокачано. Хотя нет, не факт. Может быть, Найтфолл не прокачанный. А вот Аннигиляция, походу, нормальненько так прокачана. Ну, молот такой себе, и вот эта штуковина, чтобы меня притягивать, она более-менее. Ух ты, кстати, интересное решение. Зачем он взял такого дрона? Ребят, чтобы сжигать энергию, ну каким образом? Ну, в общем-то, странно. Я думаю, что мы здесь победим. Скорее всего, 80% я даю, что у нас здесь будет победа. Потому что, смотрите, у него уже сопротивление слабое. Уже по хп он нам проигрывает. Пытается нас подтянуть. А, это у него, наоборот, такая, на дальнюю дистанцию. Нифига, кстати, он нормально бьет. Нифига, у него по урону уже 800. Слушайте, ну, я тогда думаю, что здесь будет самым разумным. Самым разумным здесь будет, скорее всего, сделать... Я не хочу тратить просто телепорт, потому что это энергию мою потратит. Поэтому давайте просто отпрыгнем, чтобы ему пришлось нас притягивать еще дальше. Так, и у него 600 хп. Слушайте, не знаю, не знаю, вот эта штуковина... А, она одноразовая, блин, она одноразовая. Ну, ладно, я думаю, что ему все равно придется сближаться, потому что даже если он эту штуку потратит... Тут все очень на тактике зави... Кстати, смотрите. А что это там был за значок? Вот это заморозки, значок, видите? Слева какая-то снежинка. Я раньше такого не видел, если честно. Так, давайте Nightfall используем сразу же. И в следующий ход нам надо будет уже что-то придумывать на тему того, чтобы по хпшке выигрывать. Так, давайте, наверное, выключим двигатель, пока... У него Nightfall меня задевает, поэтому мне нужно один шаг назад сделать. Вот так вот. Вот. Это неплохо. Это неплохо. На следующий ход мы с вероятностью в 99% выигрываем. Главное, чтобы он нам не снял никак 400 хп. Я не думаю, что как-нибудь это произойдет. Скорее всего, у него ничего не получится. И мы победим. И посмотрим награду. Клану бокс. Ну, в любом случае, конечно, это все впереди у нас. Сейчас посмотрим, как что все произойдет. Надо заметить, что противник довольно интересный, потому что делает он всегда ходы, блин, по 25 секунд. Ты можешь побыстрее-то шевелиться, наконец-то уже. Ну ты че-то, че так долго, а? Ладно, подождем еще немного. А, он вообще решил сдаться, походу. Ну ладно, типа окей. Я думал, что он будет до последнего сражаться, но... Все-таки он какой-то такой оказался. Странненький противник немного. Ладно, давайте его с аннигиляции добьем. Готов? Изер. А, кстати, у него один хп остался. Блин, если бы не дрон, то было бы сейчас очень неприятно. Потому что были бы реально немаленькие шансы на проигрыш. Так, хорошо, здесь мы закончили. Давайте посмотрим клан бокс. Что я сам его еще не открывал, поэтому мне самому очень интересно. Может быть, там ничего особо крутого и не будет. А может быть... А, эм... И все. Ну, блин, ребята, это как-то слабенько. Давайте, раз уж такое дело, то откроем хотя бы еще один премиум бокс. Я говорил, что не буду их особо открывать. Блин, или премиум баг. Но я все-таки коплю на то, чтобы если будет какой-то реально крутой сундук, у меня сразу были на это токены. Поэтому откроем просто премиум бокс. Ну, просто для себя. Просто затестить. Выпадает, конечно же, Эпик. Потому что что еще может выпасть? Шанс на легендарочку там какой-то, блин, наверное, 2%. Даже не знаю. За 10 баксов можно купить 800 токенов. Нет, спасибо. Спасибо, такое счастье мне не надо. Так, я не сюда зашел. Я хотел зайти в улучшение. Давайте немножко проапгрейдимся. Ребят, если честно, у меня в последнее время есть желание проапгрейдить Торс. Объясню почему. Потому что на самом-то деле... Вот прокачка Торса дает очень большое преимущество. Потому что дает очень большое количество ХП. Как видите, мы уже сейчас вот даже... Я вот отдаю не все. Не все подряд, видите? У меня какие-то там части остаются. Вот это давайте отдадим. И у меня уже плюс 23 ХП. Может показаться 23 ХП, чувак, типа, какого фига? Это очень мало. Но на самом деле, ребят, это очень много значит. Потому что... Давайте до еще одного уровня вкачаем. Все вот эти потратим лишнее. Так, все. Ровно. Ровно 28 ХП нам дается. Потому что иногда даже 1 ХП может играть очень большую роль. Здесь же у нас сразу добавляется плюс 28. Я считаю, что это имба, имба, имбушечка. Что еще мне хотелось бы сделать? В принципе, мне бы, наверное, хотелось прокачать до конца уже, наверное, мою Аннигиляцию. Или Найтфол. Вот это самый сложный выбор. Найтфол или Аннигиляция. Аннигиляция или Найтфол. Всегда я на эту тему задумываюсь. Ну, что я хочу сделать? Наверное, все-таки Найтфол вкачаем. У меня тут осталась одна штучка. Штучка, так сказать. Которую я хотел уже давно использовать. Где она? Вот. Давайте попробуем. Ну, один уровень, два урона. Ладно, давайте не будем этого делать. У нас еще будет возможность. Смотрите, Инженер у нас уже есть. Коллектор у нас почти есть. Давайте еще выиграем пару битв на арене. В принципе, я вам показал рейд. Награду за рейд. Мне уже это нравится. Кланбокс. Ну, кое-как показал. Конечно, я надеялся, что там будет что-то поинтереснее. Ну, хотя бы так. Кстати говоря, интересный соперник. Интересный. У него довольно мощные пухи на физику. Есть молот. Есть штуковина, чтобы меня поближе подтягивать. Давайте сразу включим дрона, потому что через него будем идти. Сопротивление достаточно неплохое, надо заметить. И достаточно круто все по хп. А, ну и супер отстоянный дрон. Да и дружище. Ух, нифига себе. Он 270 урона мне нанес сразу. Это неприятненько. Это неприятненько. Я так понимаю, что он бил... А с какой пухи он бил? С Найтфол, наверное, или с Аннигиляцией. Ну, судя по приближению, это, скорее всего, Найтфол. Давайте тогда сделаем вот так вот. Конечно, он сейчас будет стрелять из Аннигиляции, но зато и мы сможем выстрелить из Аннигиляции. Возможно, это не самый хороший ход, но... Ага, 227 урона. Да, это вообще не очень. Нифига! Откуда такие... Блин, откуда такие цифры? Я понять не могу вообще. Давайте... Ну, тут понятно, что это проигрыш. Я даже не буду здесь стараться, потому что даже если я отпрыгну, он меня достигает, бьет еще раз молота, например, того же. Это очень большой урон. У него все прокачано на мифик. Понятное дело, что мне тут делать особо нечего. Я немножечко подзастрял, на самом деле, на 10 ранге, дорогие друзья. Потому что я пытаюсь там прокачаться. До 9 у меня максимум доходит. До 8 я еще не доходил. Несмотря на... О, кстати, смотрите, весь огненный. Нифига себе у него тут... Ребята, а с кем я сражаюсь вообще? Че это за монстря... Окей. Странный. Странно произошла ситуация. Посмотрим, кто нам попадется на этот раз. Хотелось бы какого-нибудь такого, знаете, среднего соперника. То есть, может... Ух, нифига себе, у него там мечей. Я бы с ним сразился. И вот с этим этого я, наверное, легко бы размотал. Блин, откуда у них вообще столько оружия? Зачем они их столько... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот выглядит страшновато, ребят. Да, учитывая, какой у него молот, учитывая, какие у него пухи, и какого он цвета, и какой у него торс. Я думаю, что тут нам, скорее всего, не поздоровится. Я пока не уверен, пока не уверен. То есть... Да нет, смотрите, какой молот. Это, походу, мифик, и... Шансов тут, прямо скажем, немного. Конечно, всякое может быть. 285 за раз. И сейчас с аннигиляции, смотрите, снимет мне еще. А, точнее, с найфула. 156. Ну, кстати, 156 это не сильно много, по сути. Все, давайте попробуем еще ему тоже нанести немножко урона. Конечно, мы ему наносим меньше, чем он нам. Но главное, чтобы он меньше бил молотом. Потому что, вот если он бьет молотом, мне от этого жестко. То есть, сразу 300 урона получить, это очень много. Так, 200 хп снимает, еще 200 хп. Ну, смотрите, я ему тут снимаю еще 200, еще 200. Ну, я не смог бы никак это сделать. Опять же, я мог бы телепортироваться, он меня бы ударил этой пушкой. То есть, тут как бы все достаточно неприятно. Скажем так, реально неприятно. Так, 205. О, нифига себе. Ребят, что я говорил про хпшки? Я уже, если честно, даже отчаялся. Уже думал, что все, ну, блин, можно вырезать этот момент. Что я говорил про хп? Ребят, именно вот то, что мы прокачали наш торс, нас спасло сейчас. Я в шоке. Я реально в шоке. Это прям какой-то, не знаю, знак какой-то или еще что-то. Но это реально очень здорово. Я очень доволен. Так, здесь мы получили, здесь мы получили. В принципе, осталось выполнить только задание Conqueror. Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел бы вам сегодня показать, дорогие друзья. Это очередной портальчик. Да-да, снова-снова-снова у нас с вами здесь есть портал. Давайте же заценим. В принципе, мы все прекрасно помним, я думаю, что самый первый уровень, самый изи. То есть, его пройти вообще нечего делать. Поэтому я думаю, что вам покажу, ну, самые первые хотя бы награды. Давайте сейчас посмотрим, еще одного уничтожу. Покажу вам награды, битву с боссом. Мне кажется, что это самое интересное. Ну, а потом посмотрим. Может быть, даже средний пройду, а может быть, даже и сложный пройду. Посмотрим, как все пойдет, дорогие друзья. Так что не отключайтесь. Сейчас будет битва с боссом. Вы только посмотрите, насколько я крут, ребята. Битва с боссом с фулл хпшечкой. Да-да, могу себе позволить, все такое. Но на самом деле, ладно, шучу, потому что это реально самый легкий уровень сложности. Я думаю, что даже самый слабенький роботец может спокойно его пройти. Но, в любом случае, покажу вам битву. Раз, два. Робот, блин, дрон почти добивает. Жаль, что приходится еще один шаг делать. Было бы прикольно на второй ход его уничтожить. Ну, так или иначе, мы с этим разобрались. Давайте мы в него врежемся со всей силы. Вот, готово. И, в принципе, самое интересное, это, конечно, награды. Очень даже интересно посмотреть, что мы с этого получим. И, естественно, я надеюсь, что что-то полезное. А еще лучше даже ящичек. Это было бы самое идеальное. Так, 14200, 15 токенов. И все. Блин, приятно, конечно, но супер мало. Ладно, давайте попробуем теперь пройти на среднем. Покажу вам, как обычно, первый бой. Первый бой. Смотрите, снимаем. 178. Ну, то есть, в принципе... Кстати, нормально он снял. Нормально. Не сильно большая разница, но все равно ощутимо. Ощутимо. Вот. И посмотрим теперь битву с боссом. Я сейчас дойду до него и покажу вам. Ну, ребята, на этот раз мне повезло поменьше. Лечилка мне не выпала. И сами видите, что я всего лишь 450 хп имею. Но будем стараться, будем стараться, конечно. Надеюсь, что у меня что-нибудь получится. Сразу пойду через аннигиляцию, наверное. Потому что следующий ход это дрон и снова аннигиляция. В принципе, наверное, мы все-таки выиграем. Потому что босс какой-то очень слабый. Но, блин, я уже, если честно, немножко... Минус один ровно. Если честно, немножко понервничал. Потому что думал, что с 500 хп будет сложно. Потому что он всего лишь 200 мне снял. Даже 150, по-моему. Ладно. Смотрим награду на этот раз. Она должна быть поинтереснее. Я надеюсь, что что-то там будет поприкольнее. Так. Что у нас здесь? 31 тысяча. Блин, это очень хорошо, конечно. Потому что на прокачку нам нужно много всего. И 15 токенов. Опять без сундука. Ребят, обидно. Видите? Там 0-1. Все-таки есть шанс получить сундук. Но какой-то этот шанс прям мизерный. Так. Ладно. Давайте теперь пойдем в новый бой. И я сейчас посмотрю рекламу, чтобы получить на 20% больше хп. Немножечко жульничества. Готово. Готово. Трачу 10 энергии. И теперь, по идее, самый сложный уровень. Самый сложный. Погнали. Так. А что он мне наносит? 86. То есть за 2 хода он снимает мне уже почти 2 сотки. И это только джип, ребят. Только джип. Но зато у меня, конечно, побольше хп. В этом, конечно, есть определенный, ну, как бы баланс, что ли. Но это все равно будет сложно. Ладно, ребят. Давайте я включу, когда дойду до босса. Да, ребят, в этот раз все было достаточно сложно. Реально сложно. Даже босс, в принципе, на этот раз ощутимый, если честно. Пухи у него достаточно мощные. Видите, по соточке он сносит спокойненько, без каких-либо проблем. Конечно, то, что у меня фулл хп, это меня спасет, скорее всего. То есть я могу тут даже не париться. Но если бы у меня была хотя бы половиночка хп, тут все могло бы сложиться намного, намного хуже. Так, хорошо. Он тут бьет меня через меч, через затопание. Блин, дрончик у него тоже, в принципе, нормально носит. Но мы его спокойненько уничтожили. И давайте на него прыгнем. Убийственный прыжок. Мектакуляр. Готово, дорогие друзья, готово. В принципе, мы очень неплохо затащили. Теперь посмотрим, что мы получим за это. Все-таки 3 уровня пройдено. И пройдено, я бы даже сказал, с отличием. Потому что все получилось очень даже приятно. 64 тысячи. Вот, да. 507 опыта. 15 токенов. Тут все как обычно. Ну, по крайней мере, мы выполнили портал. Мне это приятно. Ну и плюс, конечно же, заодно мы с вами выполняем раз заданица. Кстати, уже 600 тысяч монет. Как же это здорово. Как же мне это нравится. Инженер. Получаем еще 5000 монет. Так, и у нас остается еще в коллектор одно достижение. Ладно, давайте уже купим за 5400. Пофигу. Изи. Изи. Еще одна редкая карта, которая мне сейчас, конечно, не нужна. Но почему бы и нет. И выполняем еще одно достижение. Коллектор 4,5 и чемпион 10 токенов сверху. Ребята, я доволен. 568 токенов у нас под итог. 621 тысяча монет. Поэтому спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Если вам нравится Супер Мекс и нравятся мои видео. Не забываем оставлять лайк. 200 лайков в следующей серии. И не забываем подписываться на канал. Ведь каждая подписочка повышает мое настроение в миллион раз. Спасибо вам большое еще раз за просмотр. И до скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока. Пока-пока.